приветствую зрителей канала заметки нумизмата и давайте сегодня поговорим на такую тему как хранение монет своей коллекции очень часто задают про это вопросы распространенные а вы как хранить а в чем вы предпочитаете советуете универсальных этого естественно нет каждый сам для себя выбирает вариант но каждый из этих вариантов конечно же иметь плюсы и минусы в соответствии с тем о какой коллекции идет речь меняются и те самые варианты которые можно посоветовать ну давайте вот несколько вариантов сейчас осмотрим конечно же коллекция может храниться просто в альбомных листах или в отдельных альбомах вставлены свои ячейки пластиковые монеты лежат каждый на своем месте чем преимущество такого способа хранения но относительно дешев вам нужен по сути говоря только альбом или альбомчик или соответственно большой альбом вставными листами которые можно приобретать по мере необходимости к тому же ячейки в листах могут быть даже разного размера под разные номиналы разные варианты монет то есть вы свободно можете использовать для каждой монеты те листы и те ячейки которые вам нужны вынуть монету из листа тоже обычно достаточно просто недостаток монеты в ячейках лежат неровно могут перекашиваться менять направление все что угодно плюс есть многочисленные иногда и не пуст не на пустом месте слухи о том что пластик или другой материал листа как-то влияет на монету приводит к изменению цвета но во всяком случае можно сказать что если внутри ячейки листа или альбома скапливается какая-то грязь конечно же эта грязь на монетах остается независимо от химических свойств самого пластика если же скапливается влага также она влияет на монету если для серебряных монет обычно это выражено в потемнении и появление черных пятен то для медных монет это может оказаться весьма губительно значит есть и другие способы и вот один из популярных способов уравнения это запечатки вакуумные запечатки монет советское время с частности многие памятные или юбилейные как иногда говорят монеты рубли другие номиналы выпускались в таких запечатках также как и выходили годовые наборы монет тоже пластиковых запечатках преимущество очевидно монета изолирована не попадает воздух влага грязь в крайнем случае пачкается сама пленочка более того монета такой запечатки может быть также положено в ячейку альбома но соответствующего размера таким образом защищается вдвойне ну и если человек хранит остальные монеты просто в альбоме то монета в пластиковые запечатки вполне также такую коллекцию ложится недостаток но во первых пленочка пачкается во вторых на ее поверхности образуются различные царапины полоски иногда уже непонятно царапина это на монете или все еще на пластике ну и наконец от времени любая упаковка просто разрушается рвется теряется свойство самого пластика становится хрупким но конечно изобретен и дополнительный способ многие коллекционеры сами делают себе упаковки запаивают буквально утюгом монеты в такие самодельные пластиковые упаковки можно хранить монеты вот таких капсула пусков различными фирме по капсула обычно имеет квадратную форму хотя есть варианты конечно и отличие внутри есть кожаная резиновая или тканевая вставка с окошком под диаметр монеты диаметры могут быть разными соответственно под каждую монету вы можете подобрать свой вариант капсулы преимущество недостатки в целом они схожи с пластиковой запечаткой с одной стороны вы не касаетесь монеты руками она относительно изолированная с другой стороны на поверхности капсулы все время остаются какие-то небольшие царапины время от времени и и надо просто менять наконец можно хранить монеты в холдере холдеры бывают закрепляемые скрепками но такой вариант я не советую отметаю сразу главный недостаток что об железную скрепку конечно можно монету случайно поцарапать или такое происходит когда несколько монет лежат кучкой в ряд в пакете естественно они могут царапаться друг от друга просто царапаться за края скрепки вариант на самоклейкой основе гораздо на мой взгляд лучше хотя подчеркиваю мы сегодня лишь говорим о способах и вариантах хранения и какой из вариантов мы вам не навязываем а лишь рассказываем о том какие они есть в чем преимущество данного способа хранения их на самом деле много во первых действительно холдер относительно дешев если даже на нем возникли какие-то повреждения потертости он загрязнился или повредилась поверхность пленки что кстати не очень часто бывает холдер легко и дешево заменить монета в холдере стоит достаточно устойчиво даже если холдер чуть больше окошко холдера чуть больше диаметром монеты монеты не разворачиваются не меняет угол наклона ну или меняют незначительно дальше монету можно потрогать конечно не руками но взять в руки даже отогнуть край холдера прочитать гуртовую надпись или увидеть нужный вам знак достаточно удобно в этом смысле при этом монету подчеркиваю опять же руками пальцами не касайтесь наконец еще одно преимущество ценную информацию можете написать прямо на холдере иногда бывает холдеры буквально исписанные на них стоит и знак владельца и важная надпись о типе монеты цена в конце концов по которой она была приобретена или ценность оценка ее на данный момент самая различная информация на холдере может быть указано это конечно же удобно наконец монета могут храниться в специальных ящиках вот таких коллекционных боксах из определенных пород дерева где есть вставки чаще всего тканевые разного цвета на фоне которых монеты конечно смотрится очень хорошо и привлекательно их можно взять в руки потрогать посмотреть со всех сторон это конечно же опять же очень привлекает выглядит благородно красиво но недостаток такого хранения это конечно то что сами бокс занимает довольно большое пространство и если у вас коллекция состоит не из нескольких десятков монет то вам потребуется много боксов и много пространства но к тому же они подвержены тоже определенным воздействием времени дерево темнеет или царапается к тексу можно просто уронить рассыпать и повредить сами монеты но конечно это крайний случай и будем считать что такое происходит крайне редко это скорее случайность или есть специальные тоже выпускаемые фирмами планшеты для монет они бывают разного цвета чаще всего используется красный но бывает и синий и черный фонные другие фоны опять же они бывают с дополнительными крышками в данном случае с планшета крышка снята для удобства демонстрации на крышке конечно же тоже как на любой упаковке остаются какие-либо царапины повреждения потертости наверное крышку не так легко поменять независимо от планшета это конечно заставляет время от времени раскошеливаться на новые планшеты и прикладывать монеты в них планшеты могут вставляться специальный ящик для хранения представляющий собой такой портативный переносной цель с ключиком не настолько конечно с целью безопасности сколько просто для того что опять же мои это случайно не рассыпались не выпали и были постоянном хранение преимущество таких боксов то что ячейки в них часто сделаны даже под размер капсул в данном случае вот капсула немножечко больше размера стандартной ячейки но в эти же ячейки опять же не в данном случае но могут быть положены и монеты холдеров то есть данном случае опять же выбор за владельцем коллекционерам с какими размерами ячейки ему подобрать планшеты наконец есть еще один наверное самый дорогой и сложный способ хранения это хранение монет вот таких герметичных боксах слабо монета запечатывается в слаб находится в нем защищенном состоянии пластик слабо достаточно крепкий у большинства во всяком случае серьезных фирм поэтому конечно же какие-то царапины по оттертости на поверхности слабо могут появляться но это конечно же вопрос довольно длительного хождение монеты в таком слабированном состоянии недостаток но опять же нельзя вынуть монету и слабо взять ее в руки вы всегда видите монету через пластик данной коробки определенный объем который занимается сама коробка как хранить слабое их можно и тоже специальных планшетах есть такие планшеты под хранение слабо либо просто в стационарных коробочках вынимая слабо по мере необходимости наверное это не самый лучший вариант для коллекции но достаточно удобный для каких-то хранилищ монет или может быть инвестиционных заначек уж тут не знаю кому наверное что удобнее вот мы с вами поговорили о основных существующих видах хранения монет в различных упаковках о преимуществах недостатках некоторых из них поговорим еще в следующих выпусках том числе и о том что предварительно можно нужно или наоборот нельзя делать монеты до того как вы ее положили свою коллекцию до следующих встреч до свидания смотрите наш канал пишите задавайте вопросы всегда рады вам до свидания проигрывайте и